Сейчас наша постоянная рубрика дайджест. К сожалению, поездка пьяных ребят закончилась трагически. В центре города Лада с юношами протаранила газель, проезжавшую через перекресток. От удара легковой автомобиль буквально расплющило, а подростки оказались на одном сидении. Юный пассажир в результате столкновения скончался на месте, а сам лихач получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. По данным источников медучреждений, школьник-водитель уже пришел в себя и начал рассказать о происшедшем. В России вступил в силу запрет на опасное вождение на дорогах. В правилах дорожного движения отныне появилось новое понятие – опасное вождение. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу с 8 июня 2016 года. В документе описаны признаки опасного поведения на дороге. Это невыполнение требований уступить дорогу другому автомобилю при перестроении, которое пользуется преимущественным правом движения, так называемое подрезание. Резкое перестроение при движении по иному шашке. Несоблюдение безопасности дистанции до впереди идущего автомобиля. Необоснованное резкое торможение. И так далее. Пока никакого наказания за опасное вождение в законодательстве не предусмотрено. Хотя в обсуждениях депутаты предлагали установить штраф в размере от 500 до 5000 рублей и даже лишение прав. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящих наказание за опасное вождение, планируется вести уже этой осенью. По данным официальной статистики, на территории города Кунгура и Кунгурского района за прошлый период 2016 года зарегистрировано 53 дорожных транспортных происшествия, в которых 6 человек погибли и 84 получили травмы различной степени тяжести. В нашем городе вновь стартовал конкурс фотографий под названием «Любимый Кунгур-2016». Он проводится с целью развития внутреннего въездного туризма на территории города Кунгура, развития творческого потенциала населения и привлечения его к активному участию, а также развития искусства фотографии. На конкурс принимаются фотографии в двух категориях. Компактная камера – это снимки, сделанные компактной маленькой камерой, и зеркальная камера – фотографии, снятые профессиональной либо полупрофессиональной зеркальной камерой. Все работы будут оценены по трем номинациям – Кунгур архитектурный, городской пейзаж и Кунгур событийный. Свои работы вы можете принести лично в сектор по развитию туризма, управление экономического развития, в здании администрации города до 7 октября этого года, либо отправить по электронной почте. Все подробности на сайте администрации города или по телефону 2-33-75. Победители получат признание и награду. В честь праздника Дня России жители нашей страны будут отдыхать три дня подряд. Кроме длинных выходных, Кунгурьков ждет насыщенная культурная программа. Завтра, 10 июня, Дворец культуры и машиностроителей приглашают всех на тематическое мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. Начало концерта в 11 часов. В это же время в стенах театра молодежи пройдет праздничный концерт Днем рождения России. На котором в торжественной обстановке будут вручены паспорта юношам и девушкам, достигшим 14 лет. А в субботу, 11 июня, праздник в честь Дня России состоится на привокзальной площади железнодорожной станции Кунгур. Начало также в 11 часов. Финалом выходных станет еще одно культурное мероприятие. Концерт под названием «Вперед, Россия» состоится в воскресенье в 14 часов. В Дворце культуры и машиностроителей. Вход на все мероприятия свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова